смотри ты хочешь выйти из эмоционального накала из эмоциональные штырки эмоциями страха злости печали вины ты говоришь что ты зависим от эмоционального возбуждения конкретно от эмоций страха но ты хочешь выйти тебя накрывает и ты хочешь выйти ты боишься что ты не справишься со своим состоянием с объем дел что не успеешь что не справишься со своим чувством страха и ты хочешь побыстрее выйти и описываешь целый алгоритм выхода так вот это привычный алгоритм все эти упражнения методики медитации это привычный алгоритм я тебе предложу другой путь если твоя душа твоя психика называет как угодно каким-то образом хочет утягивает тебя в эту эмоцию страха страха не справиться страха что от тебя отвернутся люди перед которым ты не выполнишь свои обязательства что ты не справишься с самим собой если твоя душа туда тебя зовет иди туда она приглашает тебя в одиночество там где ты совсем один там где ты совсем беспомощный там где ты совсем ребенок проще конечно с подстраховочным поясом в виде дружеского плеча но на самом деле до самого дна дойти можно только одного только одному слышишь если ты туда никогда не ходил если ты не переживал всегда боялся оказаться в этой тюрьме пещере деплевации отдельности одиночества кто ты не услышишь что тебе хочет сказать твоя душа английский поэт элиот томас произнес такие слова каждый в тюрьме своей думает о ключе каждый тюрьму себе строит думами о ключе ты хочешь найти ключ от своих состояний вместо того чтобы сходить туда окончательно бесповоротно чего бы тебе этого не стоит любиться в свое одиночество в свою отдельность свою депривированность несоинтересованность ни в каких внешних результатах потерять лицо стать беспомощным жалким непонятым отвергнутым сам собой другими людьми конечно нереальными людьми а теми которые живут твоей голове это твое самое главное путешествие так сходи туда не ищи методик восстановления ресурсного состояния сходи и послушай себя там где ты совершенно один мы одни рождаемся в этом мире и одни уходим из этого мира примиренность с собой никому не нужно всех разочаровавшим это и есть это и есть ты обычно в жизни мы делаем ставку на успех на семью на реализованность на ресурсность вот разочек оставит а все про путешествие в область полной не ресурсность когда мы уйдем из этой жизни слушай если ты не пушкин и достоевский и не какой-нибудь томас эллиот и не майкл джексон и не президент рузвельт и не стали то у тебя быстро замутут до этих людей уже забыли их вспоминают просто как символы как памятники когда-то тебя не будет на этой земле вообще совсем ты спросишь мне как туда попасть послушай свое тело послушай свои эмоции послушай свое чувство которое в самой глубине желает от всех отделиться от всех уйти перестать выяснять эти бесконечные отношения с мамой с женой с друзьями перестань им соответствовать хотя бы на сутки попробуй соответствовать самому себе своей потерянности бессмысленности беспомощности оставь всех ну их нафиг этих бесконечных всех просто окажись там это и есть твоя правда если ты хочешь сбежать из этого состояния которое тебя утягивает твоя душа который накрывает твоя психика как хочешь называть ты врешь себе сходи туда до донышка до самой глубины туда где ты еще не бывал ни разу внутри себя сходи и поживи там знаешь что мне помогало и возможно помогает впадать в это состояние давай я проведу тебя туда есть прекрасное стихотворение рильки которая волновала воображение многих поэтов переводчиков существует более двух десятков профессиональных переводов этого стихотворения на русский язык душа переводчика резонирующая с душой поэта я сейчас тебе прочитаю все переводы а ты послушай их как медитацию и отдайся этому вот мое к тебе любовное предложение рано или поздно это жизнь жизнь в теле жизнь в чувствах жизнь в отношениях жизнь в социуме рано или поздно эта жизнь тебя все равно уничтожит и убьет она даже не предупредит тебя ни одния ни часи смерти так давайте сдадимся сейчас давайте опыт умирания переживем сейчас и наконец-то успокоимся и эти бонусные дни месяцы может быть годы проживем как случай как подарок не слишком стараясь не слишком психологизируя не работая над этим погружаясь в небытие как в добровольное и сознательное как добровольную и сознательную реплику нашу реплику в ответ на священный дар жизни эмоция страха эмоция сжатия эмоция тревожности эмоция нелюбимости это желание твоей души уйти в одиночество и дойти в этом движении до дна поскольку мы эту реплику нашей души не дослушиваем до конца никогда мы бежим нам нужны ресурсные техники нам нужны какие-то упражнения нам нужно бороться преодолевать это наше одиночество остается невыслушанно мы боимся остаться одни мы боимся такой предсказуемый и контролируемый мир отпустить пусть идут на все четыре стороны пусть оставят они нас и мы их оставим и глубоко внутри себя переживем это полнейшее дно это полное разрушение всех ожиданий надежд планов эту профилактическую работу нужно периодически совершать не по графику а когда просит душа а для этого читайте рильки это шуточная конечно рекомендация слушайте себя слушайте Шопена слушайте грустную музыку отдавайтесь отдавайтесь этому не бойтесь там ваша жизненная правда которую вы боялись или не хотели услышать там ваша встреча за предельным за гробным за ну еще каким-то состоянием когда вы сдались и приняли свое одиночество свою отдельность там величайший покой недаром успокоившихся называют покойниками что страшно уже это вы и этого страха вы боитесь вы глушитесь друзья вы глушитесь боясь встретиться с тобой встретиться с собой конечно отпустите все не ищите ответов книжек техник отпустите все вы никому не нужны и никто не нужен в этом правда а за этой правдой глубокое спокойствие нет одиночество предела оно как дождь на небе нет пробела в нем даль морей вечерних онемела безбрежно обступая города и хлынет вниз усталая вода и дождь все ночь в рассветном запустении когда продробшим мостовым тоскливо неутоленных тел переплетения расторгнется тревожно и брезгливо и двое делит скорбно сиротливо одну постель и ненависть навеки тогда оно уже не дождь разливы реки оно как дождь из пасмурного края навстречу ночи с моря наплывая земля оно как туча дождевая уходит в небо свыкшееся с ним и падает течемним мостовым и в час подобный долгому недугу когда к рассвету тянется округа и с горечью отталкивает руку тела не разгадавшие друг друга и люди ненавистные друг другу в одной постели молят о покое оно растет и ширится рекой как одиночество на дождь похоже оно выходит берега тревожа с равнин далеких от речного ложа и к небу поднимается потом избравший небеса своим жильем оно на город в час тот сумасшедший когда все к утру обращают лица когда тела блаженствия не нашедшие друг друга покидают будут лица когда в одну постель должны ложиться друг другу люди чуждые навеки тогда оно переполняет реки как одиночество дождливо вечерний час его прилива с морей восходит молчаливо до звезд что им полны всегда и лишь со звезд идет на города она струится проливное когда к рассвету переулки рвутся когда тепла ушедшего не стоя печально тело с телом расстаются когда в объятиях друг друга бьются те кто друг друга обрекал на горе тогда за окнами оно шумит как море с чем сравнить одиночество это дождь что от моря растет вечерами сплошь от равнин до которых не допредешь поднимается к небу небо всегда рядом с неба падает на города дождь часами идет когда все переулки по утрам начинают движение вспять когда грустно и разочарованно руки ничего не ненавидят на видя друг друга двое в койку одно отправляются спать одиночество льется рекой не унять одиночество сужин све и без любви на свете на переулке смутной начали тогда тела обнявшиеся эти уже того не ищут что искали и люди в ненависти и в печали одной постелью связаны навеки тут одиночество уходит в реки так пусто нема в дождь ночами и одиночество из моря вечерами встает из сфер за дальними долами стремится в небо там оно всегда и падает дождем на города стекает вниз в усмысленное время когда разочарованно под утро расходятся тела как тяжко бремя для тех людей тоскливо мутно когда друг друга ненавидят люто но лечь должны в одну постель покорно и льется одиночество рекою с чем одиночество сравнимо с дождем покинувшим далекие равнины навстречу вечерам прибрежным длинным из моря к небу поднимается домой оттуда падает оно на город мой дождем внезапным в этот час двуличия на переулке ждущей восхода и сквозь тела в объятиях привычных сквозь души чьи удел одни невзгоды сквозь тех людей что делят год от года в одной постели ненависть горя стекают стекают в реки неизбеж неизбежны неизбежны когда они связаны любовью прежней в одной постели спят два человека тогда оно с дождем уходит в реку все одиночество как дождь случайный навстречу вечерам всплывает тайной от моря от темнеющих долин возносится оно к ночному саду небесному и падает с вершин на город пробуждаемый рассветом когда заре улицы согреты и любящих дремотные тела не в силах прихоснуться как хотели к любимому в родной своей постели поодиночке спят забыв тепло чтоб в реках одиночество ушло и как это не дождь не она и а я она не Продолжение следует...